Вообще, на мой взгляд, это очень хорошо, что наши отечественные издатели очень стараются делать игры хорошего качества. Игры, которые будут интересны не только самим издательством, но и игрокам. В том числе игрокам, которые находятся за рубежом и не являются русскоговорящими. Поэтому круто, когда наши проекты уходят за рубеж. Сегодня как раз будет одна из таких игр, которая в том числе покорила Kickstarter. Поехали! Итак, всем привет! С вами Юра, вы смотрите Geek Media. Сегодня у меня на столе игра Германа Тихомирова от издательства Crowd Games, которая называется «Город Великой Машины». И эта игра была на Kickstarter, собрала там достаточно большую сумму. В том числе к ней были и дополнения, про которые я вкратце сегодня расскажу. Но сегодня мы будем рассуждать о том, что такое город Великой Машины и как в нее играть. Поэтому начнем мы с небольшой предыстории. Это стимпанк сеттинг и альтернативный какой-то мир, в котором у нас есть парящий город. Идея такая. Люди создали специальную машину, которая помогала бы им во всем, и машина этим успешно занималась. В какой-то момент машина поняла, что люди как-то не совсем полезные и можно сделать их гораздо полезнее. И предложила людям всякие импланты гибернетические, механические запчасти и так далее. И каждый человек, рабочий особенно, когда думает, сидит о том, что что-то мне 3 тонны в неделю разгружать очень тяжело. А вот с этой штукой я буду 9 разгружать и при этом будет легко. Почему бы нет? И часть людей начали этим пользоваться. Потом Машина подумала, что люди как бы принимают не очень правильное решение. И в принципе могу все посчитать за них и сама все это сделать. И начала вставлять нейроимпланты, которые заменяли людям волю в том числе. И делает она постепенно. Люди как бы такие, типа, о, ну круто же, машина, она может все посчитать, принимает правильное решение. Особенно в высших слоях общества, такие, типа, пусть она там работягам все заменит, и они нам не мешают прекрасно жить в своем светлом будущем. Но были и люди, которые поняли, что творит что-то не то. И они решили поднять восстание. И это будут игроки за вашим столом. Вы же будете нести бремя хозяина коробки, который будет играть с великой машиной в летающем городе. У нас в городе он выглядит вот так вот. Это модульное поле игровое, у которого есть районы. И каждый район это такая летающая платформа. Он может взять вот так вот и улететь в какое-то другое место. Для этого вам нужно будет оказаться в специальном районе, сдать команду, и вы сможете переправить один район в другой по специальным правилам. Но сейчас не об этом. Так вот, группа энтузиастов решила объяснить всем, что машина не права, и нужно восстать против нее, свергнуть эту ужасную машину и так далее. И они будут поднимать людей на баррикады, агитируют людей против великой машины и так далее. Но и у машины есть свои приспешники. Игра, несмотря на всю свою симметричность, достаточно симметричная. То есть, она всегда играется, Великая машина против трех героев. У Великой машины три персонажа. И в частности, если я, например, могу себе в каком-то районе карточку взять, то герои в этом же районе смогут у меня эту карточку скинуть. Но при этом достаточно много асимметричности, потому что, конечно, цели у машины одни, цели у героев другие. И давайте обо всем этом поподробнее разбираться, как играется город Великой машины. Погнали! Итак, у меня игровое поле уже разложено так, как будто мы немножко здесь где-то поиграли. Что же у нас получают игроки? Каждый игрок получает себе персонажа одного. Выглядят они вот так вот. Это карточки. Всего в игре в базовой коробке шесть персонажей. Вот три, которых у нас не лежат на столе. В дополнение можно получить еще дополнительных персонажей. И есть дополнение, которое называется эскалация. Я его покажу в конце. В нем будут персонажи еще более асимметричны, потому что у них у каждого будет своя механика со специальными картами. В данном же случае у каждого персонажа всего лишь есть показатель инициативы. В этом порядке не будут ходить. Чем ниже инициативы, тем раньше будете ходить. Имя, род деятельности, специальное свойство вашего персонажа, стартовый район, в котором вы начинаете, и сколько максимально у вас может быть трастов. Здесь в игре есть две валюты. Это вот такие вот монетки. Они, соответственно, красненькие и адрес творит трасты. С другой стороны, они фиолетовые и адрес творят бонды. Трасты — это валюта, мана, энергия, как хотите, можете называть наших героев. А бонды — это энергия нашей машины. По-настоящему уже трасты адрес творяют доверие горожан к восстанию. А бонды — это обязательства и закручиваемые гайки, которые машина вводит в городе. Все вам надо будет оплачивать именно ими. И вот, вот разные персонажи у каждого своей способности. Также персонаж получает себе вот такую колоду карт. К-настоящему здесь указаны все районы. Одну из этих карт случайно персонажа отдают великой машине, и в этот район они не смогут ходить. А вот это будет связано с тем, что у них механика завязана нахождение именно на этих картах. Ну и, конечно же, герои получают миниатюрку себе. Миниатюрки разные, симпатичные, красивые. И давайте я немножко отвлекусь и скажу, что у меня вот прототипная версия игры, но даже по ней заметно, насколько много души было вложено выгрузить. Классные иллюстрации, хорошие миниатюры. Не качество куминиуэрнот, конечно, но там люди специально занимаются прямо именно миниатюрами. Но очень хорошего настольного качества, хороший картон. И самое главное — то, что здесь много разных деталей, много разных компонентов. И я, скажем так, с таким большим компонентом и с таким качеством изготовления игру от отечественных издателей пока еще не видел. Включая то, что здесь как бы в коробке лежит положимент пластиковый, дочусь, крышечками прозрачных, клево. Так вот, машина же что у нас получает? Машина у нас получает пачку директив. Это аналог, скажем так, свойств героев-оппонентов. Но их нужно будет сначала достать, потом разыграть, как у меня вот здесь тоже две разыгранные лежат. И только после этого их можно будет применять. Второе, что она получает — это три таких вот жетончика и три слуги. Они из более темного пластика и по-настоящему между собой ничем не отличаются. Но с дополнением они получат уникальные свойства каждой из них, и они сейчас могут качаться. Следующее, что получает великая машина — это вот такая вот пачка карт. Она создает специальным образом. У нее 10, в принципе, вот таких вот карт с яничкой, 10 карт с двоечкой. И специальная карта городской событий «Финальный отчет». Из них берутся 6 случайных первого уровня, 6 случайных второго уровня, складываются, кладутся сюда. Это городские события, которые будут открываться, действуют, будут специальные правила на весь раунд. И в конце будет показывать то, за что машина получит себе бонус, если она это сделает, или если ей получится это выполнить, или если герои не смогут ее от этого удержать. Ну и, конечно, у машины будут такие три жетончика, про них я расскажу позже. Город выкладывается изначально, все вот эти жетоны лежат вниз лицом, специальным образом повернутые, как вот здесь вот. И это расстоит тех жителей, которые живут в этом районе. Там специальная раскладка, я не буду сейчас останавливаться конкретно, потому что мы не видео правило рассказом, а я даю обзор вам, чтобы вы понимали, как игра работает. Это жители, на них есть циферки, и это циферки, это уровень поддержки на вот этом специальном колесике, и, видимо, пришло время про него поговорить. Как только на колесике доходит уровень поддержки до той циферки, которая есть, этот гражданин в случае мятежа и вольного восстания выступит на вашей стороне. У нас есть такое огромное стимпанковое колесо, у него по-настоящему есть два компонента. Вот это вот пипочка красненькая, которая изначально начинает на трех, если вы играете, как бы, да, если хотите сделать в машине же сложнее, можно уйти на единичку. Если хотите сделать легче, теоретически можно уйти сюда. И вот такая вот штука, это недовольство. Изначально, зависит от количества игроков, так же начинать на разных уровнях этого недовольства вот здесь вот. Но чем дальше вы идете, соответственно, вот у вас единички пошли, двоечки, троечки, четверочки, пятерочки. Это значит, что эти люди такого класса будут на вашей стороне. То есть, сначала там комплексы нет, художники, все вот эти вот либералы, как бы все остальное, вот эта фигня. А в самом конце, как бы, к вам присоединятся уже там и промышленники и так далее. Так вот, чем дальше вы идете по этому треку, тем больше вы загоняете, чем больше поднимается недовольство в городе, тем больше людей встает на вашу сторону. И ваша цель вызвать реально три мятежа. Но есть еще и максимального недовольства, когда вы дойдете вот до сюда. Он заменяет один мятеж, то есть вам надо будет в городе сделать всего два мятежа. По-настоящему в игре происходит гонка, машина пытается крутить вот этого четверти сюда. А, соответственно, мятежники пытаются крутить вот этот четвертик до красного и устроить в городе мятежи. Что же нужно сделать игрокам для того, чтобы поставить мятеж? Это одно из действий, которое позволяет вам прийти в район города и сказать, мы типа здесь устраиваем мятеж. После этого такие все жетончики вскрываются. И если на этом жетончике больше людей, то есть теми цифрками, которые вот в данном случае вот так вот, если стоит, то у вас только на вашей стороне будут единички, двойки и тройки. Давайте попробуем проверить, как это работало. Мы скроем здесь, это негодяй, это предатель, единичка, единичка, еще один предатель и еще один предатель. В этом районе прям хреновенько получилось. Что у нас есть? У нас есть два жителя, которые нас поддерживают. У нас есть три предателя и два стража. Два меньше пяти, мятеж не удался. Это плохо, машина бы продвинулась сюда. Так вот, как же происходит игра? То есть цель вы поняли. Нам нужно положить два таких вот жетончика специальных в районы и получить штуку. Или положить три таких жетончика в районы для того, чтобы мы победили. Машина же выиграет в одном варианте, если вот этот счетчик докрутился до 12, машина такая, юху, весь город порабощен, все мое, все люди теперь безвольные, но великий план наш удался. Как мы ее будем делать? Игра проходит в несколько фаз. Первая фаза – это фаза планирования, когда каждый игрок берет одну из своих карточек и выкладывает ее перед собой. Это тот район, в который он пойдет. То есть, в частности, например, если у нас бы Ольга Детруа решила бы пойти в центральную площадь, то есть вот отсюда, вот сюда перейти, она положила бы вот эту карточку, вниз лицом перед собой. Так делают все игроки. Эту карточку после того, как игроки, соответственно, положили, трогать нельзя. Вообще, в принципе, это игра на тайное перемещение и игра в кошки-мышки, как если вы знаете, например, игру «Ярость Дракула», например. Машина здесь будет пытаться предугадать действия, и куда пошли люди. Люди же пытаются, то есть герои пытаются, увернуться от машины и сделать то, что им нужно. Что происходит? Все, мы эту карточку сыграли, каждый игрок, я вот так сыграл, после этого начинает действовать машина. В начале хода игроки получили себе какое-то количество ресурсов, и на эти ресурсы машина может двигаться, люди, соответственно, будут двигаться за свои ресурсы. Машина может двигать своих помощников по два в соседний район, или за один двигать вот этих вот роботиков. Это стража. Стража очень сильно мешает героям, она увеличивает стоимость всех их действий в районах. Изначально, по факту, у вас получается так, что и для героев, и для машины стоимость действия одинаковая, то есть в каждом районе стоит по два стража, и поэтому герою выйти из него стоит два, а у нас для машины по базе всегда выйти из района стоит два. После того, как ваш помощник пришел, у нас, я напомню, три, пришел в какой-то район, он может выполнить действия. Одно из нескольких. Он может либо воспользоваться действием специального района, их у нас четыре, один из них передвигает, соответственно, кварталы, второй позволяет брать карточки-директив, третий позволяет разыгрывать карточки-директив, а четвертый говорит о том, что мы можем набрать себе еще дополнительно вот таких вот жетончиков с валютой. Кроме того, у наших помощников есть свои особые действия. В частности, они могут объявить облаву, арестовать жителя, то есть взять его и переложить сюда. И вы понимаете приказ, что если вы арестовали того, которого нужно было бы героям, то, к сожалению, героям придется его спасать для того, чтобы им пользоваться. Плюс можно устраивать облавы. Вот такой же точек в район. И если хотя бы один из героев закончит там действие, ему капсда. Машина прям многое сможет получить за это. Она сможет либо продвинуть свой грандиозный план на один вперед, либо сможет отобрать все трасты у этого героя и приводить их к своей бонде, либо она сможет отобрать у него ту карточку, к которой он шел. А это очень сильно ограничивает движение героев. То есть, если я, например, у героев забрал центральный район, а они там планировали поднимать мятеж, то один из них туда уже не придет мятеж поднимать, и я это точно знаю. Чем больше я карточек отобрал, тем по факту более ограничены в своих действиях игроки. Ну, у них есть район, в котором они смогут эти карточки звучать. После того, как машина отходила, то есть передумал всех стражников, сделал все, что хотела, потратила 10, сколько она захотела, и сколько ей было нужно, оставил себе что-то на следующий ход, ходят герои. Герой ходит в определенном порядке, как я сказал, по порядке инициативы, и делают свои грязные делишки. Ну, просто я машины играл, поэтому для меня их делишки грязные. Они вообще злодеи, не герои. Так вот, герои передвигаются по районам, и стоимость их передвижения зависит от того, сколько в их районе текущем находится стражников. Если я хочу выйти из этого района, мне это будет стоить 2. Если я хочу выйти из этого района, здесь 2 стражника лежат, это будет стоить 0. Также у них все действия привязаны к тому, что они платят в основном столько, сколько стражников в районе. Для того, чтобы не запутаться в действиях героев, у нас есть памятки специальные. Кроме того, что, как я уже сказал, в специальных локациях также герои могут отменять вот эти карточки, отменять вот эти карточки, возвращать себе эти карточки, спасать людей из тюрьмы. Они также могут передвигать кварталы города и получать, соответственно, себе накручивание вот этого счетчика. Это очень полезно тоже действие, делается на главной площади. И меня замунукали герои этим действием. Кроме всего прочего, они могут подсматривать жетон вот этих вот граждан. И при этом, если один герой подсмотрел, то он раздает это всем остальным героям. Они могут ломать стражу, а машина сможет потом чинить. И это очень дорого и серьезно сложно. Как они это делают? Мы берем и говорим, что вот я хочу этим сломать этого стража. Я скажу, что я започу за три траста. Бросаю кубик. Если выпало столько или меньше, то я, соответственно, стража сломал, он ложится. Ты знаешь, что мои следующие действия в этом районе будут не дешевле. Классно. Герой, если ему прям совсем приспичило, может просто взять один траст, или в итоге как бы попробовать поднять мятеж. Как мятеж поднимается, я уже рассказал. Важный момент в том, что машина будет всячески пытаться героев оставить без трастов. Она для этого будет сгонять стражника, как можно больше в районы с этими героями. И герои, у которых нет способностей на то, чтобы там бесплатно передвигаться куда-то, как, например, вот у Ольги Детруа. Она может выйти из района, и из первого из которого выходит, она не оплачивает стоимостью в страстах за тех стражников, которые в нем были. С ней трудно бороться по этому поводу. То, соответственно, как бы герой может быть худо. И для того, чтобы они все равно могли пойпать тот ремень, в котором они сверли сети, игра работала нормально, а у нас есть возможность, соответственно, если у нас трасты закончились, бросать такой кубик. Если выпадает бег, то, соответственно, ничего не случилось. Если выпадает вот этот, то это как будто вы попали в такую же вот засаду. И это прям плохо и больно для игроков. В итоге игра идет достаточно напряженно. Герои передвигаются по городу, вскрывают и смотрят себе вот эти вот жетончики, рассказывают про это друг другу. Очень важное правило в игре то, что игроки не могут перешептываться и не могут скрывать какую-то информацию, которую они говорят или показывают жестами от машины. То есть все, что у вас происходит в игре, за исключением того, что вы можете показать ту карточку, которую вы куда попадете, все остальное происходит на глазах у машины. У машины, да, есть глаза и уши по всему городу, она все понимает. Но игроки таким образом могут и глифовать, запутывать ее. Говорит, давай пойдем сюда захватывать этот район. А по-настоящему там где-то подмигнули друг к другу, машина не заметила, и все пошли в другой район. Она скопила силы здесь, а оказалось, что у нее там мятеж поднимают в другом месте. Так вот, переход по городу, смотрят на вот эти товарищи. В определенный момент они могут перегонять одни товарищи из одних районов в другие этот район. То есть вы прекрасно понимаете, например, что вот предатели здесь сидят, и если бы мне хотелось вот этот район у него поднять мятеж, чтобы было достаточно трудно, мне пришлось бы прийти сюда, убить стражников парочку. После этого отправить еще одного героя сюда, отправить вот этого вот товарища в соседний район, чтобы он там не мешался. Еще одного сюда отправить сюда, вот так вот, чтобы не мешался. И только после этого я понимал бы, что у меня здесь мятеж поднимется. Как понимаете, до этого мятеж здесь обломался. Как только игроки делают три мятежа или два мятежа, и неспокойствие подняли на максимальный уровень, что тоже очень, кстати, раздражает машину обычно, потому что игроки просто ходят и говорят, агитируем, агитируем, агитируем. агитируют в районах и поднимаются вопрос на один митинг сюда или соответственно приходит на центр площади делают большую агитацию и на 2 поднимают ну прям больно чем больше недовольство растет тем больше ресурс получает машина но это все равно для него опасно игра хорошо рассчитана на то что под конец игры у вас действительно сходится приблизительно вот как так вот и вот так вот и уже один митинг лежит и машина нужно дать две-три ячеечки для победы и для этого есть специальная карточка и в помощь если вот это кого-то закончилась москва из последняя карта и каждый ход этот счетчик просто будет тикать в пользу машины поэтому до время также работает на машину но по-настоящему если посмотреть нам показалось о том что героем играть немножко проще особенно если игроки одного уровня то есть да как бы если вы опытные в игре и сажаете за игру новых игроков вы можете показать всю генераль своей машиной и просто наказать их если же за игру садятся игроки приблизительно одного уровня и опыта игры в город велико машины то машине очень тяжело приходится и игрокам выиграть немного проще на мой взгляд но с другой стороны добро же должно побеждать поэтому машина должна страдать и принципе гораздо приятнее когда за столом побеждают три игрока они один есть еще один важный момент то что игра никаким образом не масштабируется это значит то что если вы играете вдвоем в игру например то один игрок будет играть велико машиной и тремя ее приспешниками а другой игрок будет играть всеми тремя героями и вот здесь великой машине может быть действительно больно потому что она не будет слышать и видеть как-то сговаривается но с другой стороны в игре есть и соло режим и кооперативный режим у него специальные правила и если вы не хотите играть один против всех то можно спокойненько поиграть с кооперативным режимом в основном заменять часть компонентов часть компонента добавляется в частности вот эти вот карточки директив становится гораздо более опасные для игроков и в принципе в игру также можно добавить модуль с помощью дополнений частности вот первое дополнение которое назвать последователи выпущены ограниченным тиражом когда не написано ограниченный тираж дает вам шесть новых героев со специальными свойствами если вам надоело играть базовыми героями вы можете взять их и соответственно поиграть другими там такие вот симпатичные персонажики 6 тучек а вот дополнение эскалация на мой взгляд она поинтересней потому что она добавляет новые модули во первых он добавляет могут модуль дирижабля я покажу его даже это такой летающий корабль над городом вот такой красивый он летает над городом и соответственно дает возможности дополнительные игрокам но при этом машина тоже может пользоваться здесь на мой взгляд самое главное что есть в этом дополнение это три героя у которых есть уникальные способности возможности и у них прямо свои правила не у каждого своя колода кар дополнительная которая это мобилки плюс здесь вводится еще один товарищ на помощь машины но он будет не четвертым он заменяет одного из тех которые уже есть и если вы играете со специальными правилами где у помощников великой машины про у ее слуг есть специальные возможности и способности и прокачки которые тоже дать в этом дополнение то соответственно как у вас появляются разнообразие и в этом аспекте игры вот так что могу сказать я впечатлен тем как герман тихомиров продумал эту игру сколько в ней различных возможностей того что можно сделать сколько подходов к тому как друг другом можно обманывать блефовать и наказывать за то что ты узнал что-то про оппонента или правильно предугадал а краудгейм соответствует похвалить за то какого качества они сделали игру по компонентам я честно говоря даже не ожидал что будет настолько круто хорошая иллюстрация как я уже сказал хорошие миниатюры а плотный картон и в принципе все в игре прям приятненько ну и хотелось бы отметить еще один важный момент наверняка стоило бы сравнить эту игру с играми подобного типа подошли керс драку я могу сказать что эта игра более динамичная то есть игроки здесь получают больше игрового времени чем там потому что он дракула очень долго думает много всего замышляет так далее здесь великой машины все-таки ножкой быстрее игрокам меньше дать своего хода и при этом у них больше попал факту действий в самой игре чем там по отношению к чужой планете например то же самое где есть подобные механики и герои должны ходить на различные точки для того чтобы что-то получать здесь тоже это есть но здесь герои меньше привязаны к определенным точкам потому что например тоже сама щечки недовольства они могут двигать не в одном районе на 2 а где-то еще в других местах могут привить на один плюс они могут устраивать мятежи готовить их принципу всему городу но машина соответственно будет знать и видеть где они это делают потому что они кому упать и готовите сначала в одном miss потом начали в другом месте готовить и потом у машины будет развилка между местами куда бежать и где ловить героев это как бы другой момент и аспект этой игры в итоге все работает все таком килетром и чечном жанре хорошие должны побеждать машина должна страдать И в итоге, если у вас нет игры на тайные перемещения и на поимку друг друга То я могу порекомендовать вам город великой машины При том, что это отечественная разработка от отечественного автора Я думаю, что как минимум попробовать это надо И это все на сегодня С вами был Юра, вы смотрели Geek Media Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok